Привет! Это снова ответы на вопросы об иллюстрации. И сегодня я отвечу на вопрос, который многих немножечко даже бесит. Ну, многих из сферы иллюстрации, да? Иллюстраторов, художников и всех близких и сочувствующих. Вопрос такой. Чем вообще иллюстрация отличается от рисунка, картины и прочего, и прочего? Здесь ответ очень прост. Вопрос задан неправильно. На самом деле любая картинка, любое живописное полотно, скульптура, фотография, любой визуальный ряд может быть иллюстрацией в какой-то момент для сопровождения какого-то текста, какой-то мысли, музыкального альбома. Неважно, в общем-то, да? То есть иллюстрация – это не, скажем так, необособленный объект творчества. То есть вы не можете нарисовать иллюстрацию просто потому, что вам хочется порисовать. Иллюстрация, она должна нести в себе какую-то мысль, идею, замысел. Поэтому иллюстрация, она всегда что-то иллюстрирует. Она всегда о чем-то говорит со зрителем. И, естественно, если вы не можете говорить со зрителем, если у вас нет какой-то законченной, оформленной мысли или какого-то заказа, то то, что вы рисуете, будет не иллюстрацией, а просто классной картинкой. Это как бы неплохо, это тоже классно. И рисовать нужно, если вам просто хочется порисовать, рисуйте. И, возможно, когда-нибудь та картинка, которую вы нарисовали, станет иллюстрацией. Иллюстрирует какой-то конкретный случай из жизни, или текст, или понадобится кому-то на сайте. То есть здесь куча разных вариантов. Даже портреты, казалось бы, такой популярный жанр. Портрет – это, в принципе, просто портрет. И его странно называть иллюстрацией. Хотя многие называют. Называют потому, что очень часто портрет является иллюстрацией. То есть он является запровождением описания какого-то героя или персонажа. Очень часто портреты бывают иллюстрированными. То есть у вас есть не просто портрет личности, но и вокруг него коллажом из образов или двойной экспозицией насажены какие-то еще объекты, предметы, детали, которые рассказывают о нем как о личности. И это уже получается иллюстрированный портрет, потому что он что-то рассказывает и повествует. То есть, в принципе, я бы определила так. Картинка, которая смотрится как кино, она может называться иллюстрацией. Иллюстрацией какого-то действия. Например, знаменитая «Свобода на баррикадах» Жена де Ла Круа, отличный пример, кстати, которую мы все видели в учебниках истории, является иллюстрацией французской революции. Отличной иллюстрацией. Но изначально, естественно, это было живописное полотно, которое не преследовало цели попасть в учебник истории и стать иллюстрацией. То есть, очень часто какие-то произведения визуального искусства становятся иллюстрациями, хотя авторы изначально этого и не подразумевали. Но если человек изначально хочет создать иллюстрацию, то он должен как-то соображать, что конкретно он хочет сообщить зрителю. И здесь, естественно, самым оптимальным будет иллюстрация текста, потому что таким образом вы являетесь переводчиком литературного языка на визуальный, и тут уже автоматически ваши картинки становятся иллюстрацией, потому что вы описываете какие-то события из произведения. Но также вы можете сделать иллюстрацию каким-то своим переживаниям, каким-то своим мыслям и рассказать собственную историю через эти картинки. И это тоже будут иллюстрации, если они действительно будут о чем-то рассказывать. Но, с другой стороны, если вы просто хотите нарисовать красивую девочку, цветочек или что-то еще, то, что это не является иллюстрацией, вовсе не значит, что вам не нужно это рисовать. Рисуйте, пожалуйста. Может быть, когда потом кто-то купит на стоке ваш цветочек и положит его к себе в блог, описывая там какую-нибудь розу обыкновенную, ваш цветочек станет иллюстрацией к статье. То есть, по сути дела, понятие иллюстрации очень емкое и простое. Это освещение чего бы то ни было, это пересказ какой-то уже свершившейся идеи, мысли, текста, я не знаю, лозунга рекламного и так далее. То есть, иллюстрация – это сопровождение. Но это нисколько не умаляет ее ценности. И в то же время это нисколько не умаляет ценности произведения искусства, которые ничего не иллюстрируют и не сообщают каких-то конкретных идей и мыслей. То есть, по сути дела, иллюстрация от простого рисунка отличается тем, что она сообщает какую-то идею. А рисунок может быть просто зарисовкой, например, какого-то человека. Может быть, рисунком в скетчбуке, когда вы где-то путешествуете. Это все как бы не иллюстрация, это просто рисунки. Но они могут быть классными, и потом вы можете их обработать, размножить на открытки, например, и они будут уже восприниматься как иллюстрации, потому что будут насыщены какими-то эмоциями и рассказывать какие-то истории для тех, кто обратит внимание на эти картинки. То есть, грань тонка, но если логически задуматься, все очень просто. Иллюстрация – это об одном, а рисунок – это о другом. И, по сути дела, любой рисунок может стать иллюстрацией. Но не любая иллюстрация может быть рисунком, потому что иллюстрация может быть сделана в технике фотоколлажа, к примеру, или в технике фотографии и скульптуры, объекта иллюстрации, к примеру. То есть, это не одно и то же, но это очень смежные области, которые пересекаются и взаимопроникают.